Намаскар! Сегодня спросил у друзей, какое видео записывать. И мне говорят, да-да, запиши видео, почему важно любить друг друга. С удовольствием выполняю эту просьбу. Любовь, на мой взгляд, это единственный смысл жизни. Всё остальное, всё, что мы делаем, не имеет никакого смысла, если в этом нет любви. Всё, что мы делаем, это должно идти из любви. Потому что любовь – это блаженство. Душа стремится к блаженству. Это наша эволюционная цель. Сукха ануракти парама джавиврити. Стремление к счастью есть в фундаментальной потребности всех существ. Сукхам анантам аанандам. Бесконечное счастье – это блаженство. Аананда, брамма и тяху – высшее сознание есть блаженство. И высшее сознание – это одновременно и любовь. Если ты имеешь любовь в своей жизни, у тебя будет блаженство. И у этой любви очень много лиц и очень много граней. Любовь между мужчиной и женщиной, любовь к детям, любовь к родителям, любовь к обществу, любовь к миру, любовь к людям, любовь к животным, любовь к растениям – это всё одно и то же чувство. И на мой взгляд, везде, где у нас есть возможность любить, надо пользоваться этой возможностью. И это единственный настоящий смысл жизни. Если мы живём, интенсивность и полнота жизни, и её эффективность измеряются только этим. Сколько любви ты смог отдать этому миру, сколько любви ты мог почувствовать. Вот это самое главное. Если ты любишь, ты будешь пребывать в блаженстве. Всегда будешь пребывать в блаженстве. И вот есть такая шлока, в ней говорится. Этот человек сладок для всех существ. Все существа сладки для этого человека. Эта душа сладка для всех существ. Все существа сладки для этой души. Это вот то волшебство, которое возникает в тебе, когда ты научился любить. Как научиться любить? Чтобы научиться любить, нужно визуализировать Бога в каждом живом существе. Ты смотришь на человека и видишь вот эту божественную искру. Ты видишь, ты чувствуешь, ты сострадаешь. Ты знаешь, что он также радуется, также печалится. Он такой же, как я. Ты смотришь на животных, ты видишь, ты чувствуешь, ты сострадаешь и ты чувствуешь родство, и ты чувствуешь, что ты готов любить, ты готов заботиться. И это даёт блаженство, это даёт счастье. Когда ты встречаешься с теми людьми, которых ты научился любить, это вспышка радости внутри. Я был в Индии тут недавно, пару месяцев назад и мы были в гостях у деревенских таких медитаторов. Они там уже по 50 лет медитируют. Они нас приняли, мы были два учителя медитации, они оказали нам гостеприимство, это было целое событие. Там многие люди из деревни собрались, и у нас был классный такой сатсанг, да, мы общались вместе, просто были вместе, такое семейное очень чувство. И потом меня очень сильно тронуло как глава семьи, ему уже там 80 лет, и он прощается со своей дочерью, и вот у него слёзы на глазах, они накатывают. И я прям вижу, я прям чувствую, как сильно он её любит, и как она сильно его любит. Я думаю, это же есть смысл жизни. Какой ещё другой смысл жизни может быть? Научиться любить, научиться чувствовать любовь. И мы медитируем для этого. Когда мы медитируем, ты сидишь и ты понимаешь, что ты пришёл на свидание к Богу, к Высшему Сознанию, ты любишь Его, ты чувствуешь Его любовь. Высшее Сознание любит тебя, как тысяча матерей, несравнимо, непереносимо. Любая аскеза стоит того, то есть можно испытать годы лишений, годы трудностей, дисциплины, но вот этот момент любви, он искупает всё. Я спросил у своего учителя медитации, я говорю, Дада, ты не сожалеешь о том, что ты стал монахом, ты как бы не чувствуешь, что ты что-то упустил в этой жизни, какой-то материальный аспект. Он говорит, ты знаешь, одна минута у стоп Бога, она стоит десятков жизней, и я всю свою жизнь провёл рядом с Богом, я всю свою жизнь чувствовал любовь, я всю свою жизнь был переполнен любовью, я не жалею ни о чём. Я удачливый человек, я удачливый человек, поэтому надо всё, что мы делаем, нужно делать из любви, стараться наполнить любовью. Только одна цель должна быть – научиться любить, научиться любить, научиться любить. И способ – это визуализировать высшее осознание, признавать его, осознавать его в каждом существе. Пришёл к тебе человек, слушай его так, как будто ты слушаешь Бога. Слушай его, вникая, лови его каждое слово, чувствуй его, испытывай эмпатию – это даст тебе счастье. Кроме того, любовь – это то, что изменяет мир. Мы все хотим менять других людей под себя, делать их по своему образу и подобию. Это эгоистично. И если ты пытаешься изогнуть стеклянную статуэтку, она сломается. Ты отломишь ей руку, она станет несовершенной. И таким же образом, когда мы пытаемся менять других людей, мы травмируем этих людей. Мы отламываем руки, отламываем ноги, мы оставляем шрамы в их душе. Поэтому ты не можешь менять человека. Ты можешь менять только тогда, когда ты любишь. Потому что любовь растопит лёд в сердце другого человека. И она сделает его пластичным. Один мой друг, я, наверное, рассказывал эту историю, потому что она меня очень впечатлила. Его барышня, его жена, он очень любит ее. Я вижу, что он ее очень любит. И сложно ей было осваивать йогу, медитацию и так далее. Она так немножко фыркала. И он всегда очень сохранял такую любящую позицию, поддерживающую позицию. И пришло время, когда она очень сильно прониклась. Она начала медитировать. И она прям очень такая крутая, строгая и мощная, я бы сказал. И я такую сцену как-то застал. Сидел у них на кухне, ночевал у них дома. И просто какая-то бытовая сцена. И она стоит там у плиты. Он зашел на кухню, он говорит, Дорогая, я хочу тебе сказать несколько вещей. И он говорит, я благодарен тебе. Первое. Во-первых, за то, что ты моя жена. Что ты согласилась быть моей женой. Второе. Я благодарен тебе за это. Я благодарен тебе за это. Благодарен тебе за это. Я смотрю, она стоит, улыбается, цветет, расцветает. И я понимаю, что вот это смысл жизни. То есть, когда ты способен вот так вот дотронуться до сердца другого человека, ты способен дотронуться до самого-самого сокровенного, самое-самое ценное внутри человека, самую суть его всколыхнуть, разбудить самое светлое внутри него, чтобы оно зазвучало. И чтобы вот эта новая струна, которая зазвучала внутри, которая спала внутри этого человека, чтобы она теперь звучала. И она наполняла этим звуком всё пространство вокруг. Какой может быть более ценный смысл этой жизни? Поэтому говорят, что любящий – это скульптор своего возлюбленного. Да, иногда нам нужно ругаться, иногда нам нужно наказывать, но ты не имеешь права ругать, ты не имеешь права наказывать, если твоя... ты не имеешь права какие-то меры предпринимать, если у тебя любви меньше, чем степень твоих вот этих вот мер. И санкции. Да, иногда нужно людям говорить, нужно их там в рамки ставить, нужно границы очерчивать. Но сначала необходимо научиться любить. И это вот очень такая глубокая истина. Это всё мы уже до дыр затёрли, эту тему любви. Но эта тема на самом деле единицы людей постигли в этом мире. И те, кто постиг это, они бесконечно счастливые люди. Я тут недавно делал киртан, может, тоже рассказывал недавно. Пел мантру, поднял руки вверх, и я слышу слова своего мастера духовного. Ну, из воспоминаний они приходят. И он говорит, nobody is unimportant, nobody is insignificant. Никто не является неважным, никто не является незначительным. И у меня по кругу это запустилось. И я слушаю, и я думаю, как бы я хотел, так же, как мой духовный мастер, обрести универсальную любовь. Бесконечно желать блага каждому живому существу. Потому что это и есть настоящее блаженство. Ну вот такое вдохновение. Делайте медитацию. А ещё мне что понравилось. На самом деле я пел киртан, и я понял, что на самом деле я люблю. На самом деле я уже чувствую эту любовь, я уже её чувствую. И я заплатил за эту любовь очень дёшево, на самом деле. Это просто была выгодная сделка. То есть я всего лишь 20 с лишним лет медитирую. Я всего лишь стараюсь чуть-чуть делать служение. Но насколько то, что я получил, насколько оно гораздо бесконечно более ценно, чем все эти усилия, это действительно стоило делать аскезу 10 жизней подряд. И то, что я получил за 20 лет медитации, насколько это драгоценно, насколько вот это чувство универсальной любви, какая редкая и какая ценная вещь. Поэтому я ещё раз вас хочу вдохновить. Медитируйте, любите всех вокруг себя, каждого вокруг себя, каждое существо. Разбудите эту же самую любовь в каждом существе вокруг вас. Пусть эта любовь заливает этот мир. Мой мастер сказал так, моя миссия – это наводнить мир любовью. Давайте поможем в этой миссии. Намаскар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»